Друзья, всем привет! Вы на канале PythonToday и сегодня мы поговорим о парсинге веб-сайтов, подробно разберем заказ фриланса и заработаем 40 долларов. Клиенту нужны были данные всех членов парламента, находящихся на сайте. Всего их было чуть более 700 человек, и почти у каждого в профайле были ссылки на социальные сети. Заказчик на выходе хотел получить файл в формате JSON с именем компании и социальными аккаунтами, если таковые имелись. Давайте откроем консоль разработчика. Перейдем во вкладку Network. Именно сюда сыпятся все запросы с заголовками, файлами cookies, ответами и другими полезными вещами. Как видим, при клике на слайдер отправляется некий get-запрос. Видим, что он состоит из лимитов 20 карточек, а в конце запроса указывается параметр offset, который означает смещение. То есть, если мы уберем его, то получим первые 20 карточек. Добавим offset равный 20, получим следующие 20. Сделаем offset 40, следующий и так далее. Я не нашел на сайте информации по точному количеству людей и при помощи offset методом тыка получил ее. Давайте зададим offset равный 600 и посмотрим, получим ли мы ответ от сайта. Ответ есть. Давайте сделаем offset 800, а вот при 800 уже ошибка. 760, 740, 720. 720 наш последний offset. Давайте проверим, что забираем последнего человека. Это некая Сабина Зиммерман. На сайте у нас имеется фильтр по имени. Выберем Z и как видим, это наша Сабина. В итоге мы имеем get-запрос, в параметрах которого, передавая по 20 человек и смещаясь offset на 20 до 720 включительно, мы можем забрать все ссылки на персональные странички людей, чтобы потом приступить к сбору данных. Хорошо, давайте первым делом создадим директорию и виртуальное окружение нашего проекта. Я буду писать код в PyCharm. Вы можете следовать моему примеру, либо работать в IDE по своему усмотрению. Сразу установим нужные нам для парсинга библиотеки. Это Request, BeautifulSoup и LXML. Давайте для начала соберем все ссылки на страницы людей и сохраним их в файл. Вообще, друзья, возьмите себе за правило, если сайт отдает вам информацию, лучше сохраните ее сразу. Парсинг часто это тысячи, а иногда и десятки тысяч запросов. Не все ресурсы лояльные. Сайты не любят, когда их бесконечно долбят и могут ограничить вам доступ. А сохраненная информация вы сможете работать дальше. Окей, давайте импортируем файл библиотеки и напишем цикл for, который будет получать значение i с шагом от 0 до 720 включительно. Используем для этого функцию Range. Проверим, что все работает. Отлично. Теперь мы можем сгенерировать get запросы на нужные странички и собрать все ссылки. Отправлять запрос будем с помощью библиотеки requests. Забираем контент и создаем объект BeautifulSoup, в который в качестве параметров передаем наш результат и тип парсера LXML. Теперь мы можем извлекать данные из получаемых страниц. Давайте вернемся на сайт и посмотрим на структуру страницы. Как видим все наши ссылки имеют одинаковый класс. btopeninOverlay. И внутри атрибута href лежит ссылка на карточку. Скопируем класс. И соберем все ссылки с каждой страницы. Снова обратимся к объекту sup, используя метод findAll, в параметр которого передадим скопированный класс, по которому парсер соберет все нужные нам теги a. Затем пройдемся циклом по полученному списку и соберем все ссылки, используя метод get, в параметре которого укажем нужный нам атрибут href. Создадим пустой список для наших ссылок и при каждой итерации цикла будем добавлять в него ссылку, используя метод append. Давайте сразу сохраним наш список файл, чтобы лишний раз не долбить сайт запросами. Запускаем скрипт, ждем немного. Отлично, файл появился. Давайте откроем его и видим, что все прошло успешно и мы собрали все ссылки на каждого пользователя. Следующим этапом нам нужно пройтись по каждой ссылке, забрать имя, партию и ссылки на социальные сети, если таковые имеются. Закомментируем наш код выше, он нам больше не понадобится. Брать ссылки мы теперь можем из нашего файла. Открываем файл для чтения и давайте сохраним все наши ссылки в новый список, на всякий случай обрезав их функции стрип. Создаем новый цикл for, на итерации которого мы будем пробегаться по списку ссылок и извлекать по одной. Отправляем запрос по ссылке, используя метод get-библиотеки requests. Сохраняем контент, помещаем его в параметры объекта BeautifulSupa и давайте посмотрим на содержание карточки, чтобы понять по каким классам мы можем забрать нужные нам данные. Видим, что имя и партия разделяются у нас с запятой и находятся в divi с классом bt-biography name внутри заголовка h3. Хорошо, давайте доберемся до них. Создаем объект sub, обращаемся к методу find и передаем ему искомый класс. Далее ищем заголовок h3 и забираем его текст. Разделим имя и партию. Делителем у нас выступает запятая и использовать будем метод split. Теперь наша переменная PersonNameCompany содержит список из двух элементов. В первом хранится имя, а во втором соответственно партия. Давайте протестируем наш код на одной страничке и посмотрим удается ли нам получить данные. Отлично, давайте только обрежем пробелы у партии. Нам остается забрать ссылки на социальные сети. Снова идем на сайт и смотрим код. Видим, что все ссылки имеют одинаковый класс bt-link-extern. Создаем переменную social-networks. Обращаемся к методу findAll и передаем искомый класс. Давайте создадим список для наших социальных сетей и на каждой итерации цикла будем добавлять в него ссылку. Теперь у нас есть имя, компания и социальная сеть. Давайте объединим данные и положим их в словарь. Пускай он называется у нас data и ключи у нас будут такие же, как и наши переменные. Создадим перед циклом пустой список для данных всех наших людей. А после того, как получаем словарь с данными, будем добавлять его в список на каждой итерации. Хорошо, нам осталось лишь сохранить данные в файл json, как хотел заказчик. Давайте импортируем модуль json. Затем откроем файл на запись. Используя функцию dump у объекта json, сохраним наши данные. Добавим также необязательный параметр indent. Это отступ при записи в файл для красивого содержания информации в нем. Сейчас вы увидите, про что я говорю. Давайте создадим счетчик, чтобы не смотреть в пустой терминал при выполнении скрипта. И на каждой итерации будем его увеличивать, печатая в консоль, например, номер итерации, двоеточие, ссылку и выполнено. Запускаем скрипт. Здесь я немного увеличил скорость, чтобы вы не ждали. Открываем наш файл. И видим, что наша работа готова. Вот, кстати, что делает параметр indent. Он создает красивые отступы и наш файл становится удобно читать. Мы также могли запустить наш скрипт в несколько потоков или добавить задержку при обращении к сайту. Но так как ресурс достаточно лояльный, я опустил эти моменты. О них мы поговорим в следующих видео. Друзья, изучайте программирование, входите в этот по сути не имеющий абсолютно никаких рамок мир и зарабатывайте деньги. Спасибо за просмотр. Если видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всех обнял. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.